привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас небольшое нововведение мы решили ввести нашу техническую рубрику немного иным способом каждый вид ремонта мы будем постить отдельно для того чтобы вы могли пользоваться нашим каналом не просто с точки зрения развлекательной и познавательной а еще и как базой данных и юзер мануалом о том что и как ремонтировать поэтому первый выпуск нашей рубрики в новом формате одна из задач которая сейчас перед нами стоит нам нужно установить стиральную машинку как вы знаете стиральную машинку мы купили уже давно еще тогда когда мы были в италии и сейчас пришло время я вам покажу как мы это будем делать это наша стенка то есть в стенке мы высверлили несколько дырок это все равно будет закрыта мебель мы пока не делаем потому что здесь на мартынике это долго дорого вот эти штуки будут стопорные болты которыми будет крепиться барабан на ходу низ машинки мы прикрепили к пайоли она прикреплена жестко то есть просто ее закрутили из важных моментов то есть так как машинка будет подключаться к воде вот собственно собственно вот подключение воды нам нужно сделать так чтобы сюда шло давление из бака то есть вот видите идет заход и кран то есть мы решили поставить краник на всякий случай чтобы можно было воду перекрывать на самом деле это неважно что в машинках есть отсекатель а далее здесь обычная система водопроводная та которая используется на лодках мы докупили точно такую же и просто сюда сделали коннектор и те которые необходимы все то есть вода у нас подключена вода подключена после ресивера вот увидите то есть он накачивает высокое давление и когда машинка будет его использовать он будет просто добавлять давление пока в баке будет вода потом закончится теперь наша задача сделать слив это очень важный момент то есть слив мы будем подключать в раковину в раковину туалета когда лодка будет идти на больших углах нужно чтобы через слив не набиралась вода поэтому ставится вот такой специальный клапан то есть это слив от машинки у этого клапана есть такое дренажное отверстие то есть это стандартное решение мы просто собираем такого лего вот то есть вот здесь вот внутри это такой маленький клапаночек такой как не знаю сюда клапан покажу может лучше видно то есть он туда впускает воздух обратно воду и воздух не выпускает то есть он такой односторонние направленных и есть у него такая крышечка через которую будет просто проходить дренаж воздуха и и можно конечно вывести куда-то но я думаю что это делать мы не будем вот то есть здесь мы подключаем воду через вот эту систему так вот видите вот это это слив умывальника и здесь раньше он шел напрямую вот видите шланг и секок то есть это был просто прямой слив сейчас же мы подключили еще одну трубку и вот ее видно вот это вот сбоку это та через которую будет подходить слив через стиралку очень важно чтобы внутрь стиралки не натекала вода которая идет за бортная вот через секок мы раньше попробовали видите этот маленький болтик это то что держит машинку на самом деле держит машинку не он она прикручена непосредственно к пайоле но тем не менее то есть чтобы машинка не ходила вперед назад мы его решили хотя бы немножечко прикрепить с верхней точки а вот эти вот две шайбочки туда такие барашки вставляются и они держат барабан во время хода когда мы находимся на стоянке эти барашки откручены потому что машинкой мы будем пользоваться так машинка у нас стоит в коридоре и вот пайол вот этот вот к нему машинка изнутри прикручена на болтах и сделано так чтобы но так как вы видите типа ел и не ездят то машинка ни вперед ни назад ездить не будет а для того чтобы она не вы не выпрыгнула оттуда и не съехала это тот болтик который находится у нас внутри ванной 1 этого вполне достаточно ну что ж переходим к тестам стиральной машинки начнем стирку то что давайте попробуем потестировать нашу стиральную машинку у нас есть порошки но для того чтобы ее запустить нам нужна вода нам нужно электричество поэтому сейчас мы запускаем генератор запустились далее запускаем опреснитель я это делал уже многократно я думаю вы это все видели 220 стою кстати у нас поломались холодильники то есть у нас сломался в холодильнике ушел этот фреон поэтому я смотрю сейчас на количество батареи при абсолютно полностью не солнечном дне у нас сегодня постоянно идет дождь у нас батареи 91 процент то есть холодцы не работают вообще и у нас все электричество которое у нас на лодке есть мы его используем сегодня весь день свет потому что темно и при этом у нас абсолютно полная батарея короче сейчас запустится опреснитель две минутки и будем запускать стиральную машину так ну что белье закинуто и сюда насыпаем и наливаем а теперь будем разбираться я по-итальянски не очень хорошо но я так понимаю что нам нужно тут то и у нового и я привинтил а прикрутил ее открутил барабан откручена барабан откручен запускаем какую на 59 минут до прекрасность 59 минут тут-то все в одном 40 градусов мы сделаем наверное до 40 градусов температура 1400 сделаем ему отжим я тысячи отжим 59 минут все поехали сейчас он должен набирать воду и соответственно должна начать работать помпа водяная помпа у нас же все открыто сюда должно быть все открыто помпа пошла вода пошла набираться работает помпа все нормально и а теперь мы просто ждем все постирает постирает если что-то пойдет не так мы об этом будем знать почему так важно стиральная машинка на лодке дело в том что когда мы приходим в марину очень часто в маринах может вообще не быть возможности постирать белье и нужно ходить по городу искать какие-то лаундри иногда теряют одежду они иногда стоят огромных денег баснословных денег и суммарно количество денег которые мы потратили на стирку уже давным-давно можно было бы купить там три или четыре таких машин если это находится лаундри где-то в марине еще полгода если это в городе это далеко это катастрофически неудобно и иногда это может занять несколько дней вообще на то чтобы постирать свои вещи а иногда можно и не постирать поэтому очень важно машинка на лодке особенно если мужчина живет не один а семьей и это решает большое количество проблем связанных иди ищи лаундри иди найди машинка есть запустили постирали проблемы нет плюс можно постирать всю мебель на лодке то есть я имею ввиду диваны и пуфики то есть не нужно искать это специальные места и как-то специально это делать есть время загрузили постирали забыли все класс решила ну что ж все отлично и можно нас поздравить еще одним удачным проектом то есть это машинка которая работает и решает огромное количество головных болей особенно в кругосветном путешествии поэтому есть спасибо за то что остаетесь с нами остаетесь на нашем канале по яхтинге капитан герман подписывайтесь не забывайте ставить лайк и в следующей серии будет много всего классного прикольного и интересного до встречи а а а а а а а и а но они ну а м а а но а а а им а